Мы впервые читаем лекцию в России, как лекторы. Для нас это определенного рода дебют, и, конечно же, нам это очень приятно. Взаимодействие и координация двух центров. Ребята, честно, 10 лет назад мы вообще даже не знали, что их два. И, наверное, как раз наш тренер 10 лет назад открыл для нас такое новое понятие. На тот момент второй центр, работу второго центра, работу корпуса. И, в принципе, в течение 10 лет мы пытались это развивать. Теперь мы попробуем сделать то же самое, те же самые шаги, но используя чуть больше верхнего центра, взаимодействие как раз двух центров и координацию. Ну, я думаю, мы с этим справимся, с этим волнением. Итак, тема моей сегодняшней лекции очень глобальная, очень серьезная. И я послушал лекции моих коллег, они все время тоже прибегают именно к связи, к связи с полом. И когда я тренирую своих спортсменов, я очень много времени уделяю именно взаимодействию с полом и взаимодействию внутри пары. Первое – это, естественно, точка контакта. Второе – это усилие и вес. И очень важная часть – это взаимодействие через корпус, потому что это самая большая площадка. Подкладываем листочки бумаги, которые я заготовил, под стопы. Под стопы. И slow and slow and slow and slow and slow and slow. Ребята натягивают резинку, при этом при движении вперед они чувствуют, когда взаимодействует ногу сзади, да, а нам нужно ощущение, наоборот, опустить вниз. Поэтому что мы делаем? Ставим резинку на шею, да, дальше партнер, ну, соответственно, берет. Натягиваем ее вниз, тем самым постоянно идет ощущение опускания верхней части в пол. Вот, я дошел, почувствовал вес, и теперь я могу своей ногой дорабатывать на натяжение в противодействии. Хорошо, спасибо. Любите друг друга, танцуйте, творите, и будьте счастливы, и будьте счастливы в танце. Тема лекции моей, как вы слышали уже, это исполнение классических фигур. Ну, как классических, естественно, не бейзик, мы не будем его сейчас трогать. Понятных фигур, которые мы видели раньше и танцевали раньше, я надеюсь, учим сейчас, и их интерпретация. Зачастую пары U1 и U2 у нас с вами танцуют хореографии и интерпретации фигур сложнее, чем пары финалисты Grand Slam. Оно действительно так. Действительно. Но когда мы смотрим категорию B-класс начальной и пары танцуют, такие вещи, что невозможно разобрать, и причем они чередуются один, одна фигура за другой, это уже, мне кажется, немножечко коллапс. Приготовились. И раз, и два, три. И раз, и два, три. Раз, два, три. Что мы видим зачастую? То бишь, педагоги, тренеры, мы обрезаем частично фигуру, чуть-чуть, а иногда не чуть-чуть, и меняем направление, иногда допустимо, иногда недопустимо. К чему я призываю? Я хочу, чтобы фигура первая исполнялась корректно с точки зрения механики, то бишь стопы, вращения, направления и так далее. Соответственно, дальше мы можем эти интерпретации уже вставлять в свои хореографии. Изначально мы должны, мое понимание, выучить грамотно, идеально фалловый реверс. Понятное дело, недочеты их можно найти и у финалистов Grand Slam, но я считаю, мы не должны отходить от базы. То есть пара, если умеет танцевать фалловый реверс, слепивот и так далее, дабл реверс спин, тогда мы можем дальше интерпретировать какие-то усложненные версии. Сейчас посмотрим, что ребята предложат и посмотрим, как они нам их синтерпретируют. И раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. One, two, three, four, five and six, seven. Да, вариант чуть-чуть модернизируем. Все то же самое. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven. Вот давайте все вместе, я в том числе, потому что я тоже нахожусь в этой гонке усложнения хореографии, будем корректны и к механике, к истории, и, естественно, к прогрессу. Мне очень приятно видеть людей, которые остались до моей лекции. Вот это последняя, наверное, тема наша, сегодня связанная именно с танцеванием. Это сами оси вращения. Мы много раз с вами сталкивались с движением, потому что наши движения во время всей европейской программы находятся в постоянном вращении. А раз оно находится в постоянном вращении, нам надо постоянно с вами использовать свои оси вращения. Как вы видите, в этот момент у меня присутствует постоянно наклон. Сколько бы я не двигался вокруг этого стула, мне легче всего двигаться с правильным наклоном. Сейчас мы постараемся объединить мое персональное, грубо говоря, Антона, его тело и тело Екатерины в один вес. Право по рот. И используя правильно, не останавливайся, продолжай танцевать. Используя правильную ось вращения, меняя ось вращения. Здесь двигает партнерша. Можно не останавливаться, Антон, пожалуйста, двигайся, потому что тяжело танцевать на расстоянии, да еще останавливаться. И меняем подряд. Танцуй со своим ритмом. Вы наблюдаете, как пара постоянно в процессе движения меняет эту ось. Это когда мы танцуем правый пород, где спин пород, где мы используем постоянно одну и ту же скорость вращения и один и тот же викорь вращения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подводя итог, я бы хотел пожелать всем творчества, любви, эмоций, впечатлений и побольше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА